Пожалуйста, проходите. Законитесь. Продолжение следует. 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 Были организаторы конкурса, прежде всего это Центр экологической культуры, Ирина Константиновна, Лариса Николаевна, Галина Тимофеевна и Вероника Николаевна. И приглашенная Анастасия Николаевна, у нас возглавляет экологическую ассоциацию, профессиональный фотограф Анатолий Владимирович Тихонов, фотограф, любитель, но как уж и фотограф, Людмила Леонидовна Стукалова, она вчера приезжала в гребут, он один сегодня приболел и не пришла, оценивала. И у нас еще была Юлия Викторовна, она эколог, возглавляет общественную организацию, коронавирусную общину, она сейчас в отъезде. Мы просидели, наверное, три часа, оценили все фотографии и выбрали 16 победителей, которым присвоили потом первое, второе, третье место, номинации. Поскольку конкурс номинировался в трех номинациях, это насекомые в городской среде, номинация «Н», насекомые в микронире, это номинация «Н» и «Он собрата до рассвета», насекомые в ночной день. Вот эти три номинации, в каждой номинации три возрастные группы, младшая на 12 лет, средняя на 16 лет и старшая на 16 лет и дальше. Поэтому у нас получилось вот так, первое, второе, третье места в каждой номинации, но не во всех были первые, вторые места или третьи места. Ну, здесь система банная, я не буду это объяснять, потому что, поверьте, что как бы судили, ну, на совесть, искренне, нравилось, очень много. Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам помогал готовить эту прекрасную, изящную, легкую выставку, она просто традует глаз. Во-первых, это отдел, редакционный издательский отдел. Вот Светлана Кузнецова, которая помогала делать нам вот эти вот машины. Конечно, без нее мы тоже ничего будем сделать. Кстати, люди прислали по 5-6 лет, когда они могли, решилась Светлана Кузнецова, теперь Кузнецова. Светлана Кузнецова, извините, пожалуйста. Спасибо огромное, конечно, для институционного издательского отдела оформления выставки. Это и их тоже заслуга. Спасибо, конечно, всему отделу, который с институциально принял участие, оформил эту выставку. И я хочу сказать, что на нашей выставке сегодня присутствует победитель конкурса, который мы торжественно вручили гранат, у нас из Красноярска всего двое заболевали местных статей. Мало участвовало в Красноярске, но двое вышли и в финал, и стали победителями. А девушка из мед. университета сегодня отсутствует, потому что в другом городе, а вот он в Алексея Наговецкой сегодня присутствует. И ее работа, очень интересная работа, и рассказ на влюблении. «Мечты Кузнецчика в урожай». Мы когда читали, это целый уровень Кузнецчика, о том, как он мечтает в урожай. Прекрасная, конечно, и вы когда ей работали, она завоевала эту работу, есть зрительские симпатии. И я попрошу вашего, уважаемого, профессионального фотографа, от которого зависело очень много в оценке именно фотографий. Профессионально судить. Ну, нам-то все нравится. А человек не понимает, где там, где без интернета, где-то просто фотошоп. Ну, то есть человек профессионально помогал нам судить вот эти вот фотосмерки. Поэтому я очень предоставляю, так сказать, Ура, ему вручить эту фотографию, потому что курсalah с нашей главной главной кулигальной страны Ольге Алексеевне Корнецовной. Ольга Алексеевна, пожалуйста. Ольга Алексеевна, учитель английского языка. Ольга Алексеевна, учитель английского языка. Что у нас на такую прекрасную работу? Здесь, да, не пара слов, можно обойтись, потому что в то время, когда я работаю с новым ученицей, в школах, которые сейчас работают, у меня были определенные предметы и литература, биология, иностранный язык, и еще химия. И когда было, в принципе, у меня стоял вопрос, или идти на преподавателя биологии учиться. Мы знаем, насколько вот тогда схватка, который был очень настребованным предметом, и кто-то остался копия на всю жизнь, а остальное осталось в том, в том, в том числе. Он был экспертом при отборе этих работ. Ну, кроме этого, Николай Аркадьевич в гражданской ассамблее, в экологической палате представляет наше экологическое, так сказать, движение общественное. Это человек, близко знакомый с экологией и с насекомыми тоже, как я понимаю. Природой в общем, да, не понимаю. Буквально несколько слов. Как важно человеку взглянуть на окружающий мир, как важно понять, что он здесь не хозяин, он здесь существует в гармонии с тем многообразием, которое мы должны поддерживать. А что касается наших маленьких насекомых, они все, наверное, знают, что суммарный вес насекомых на планете Земля гораздо сзвольче, чем суммарный вес всех на мокровах. Это кто хозяин на планете? И в миллионы лет мы существуем гораздо меньше. Стоит только один раз сказать, как пчела, наблюдает информацию, куда ли нет на цветок, в темном, совершенно темном улье, при помощи танца, и остальные все пчелы понимают их. И летят туда. Вот эта гармония, вот эта жизнь, вот эта, это просто такой интерес. И важно посмотреть сильно на них. А вот фотография, чтобы застать запечатление в момент их жизни, она позволяет человеку прикоснуться к этому миру, понять, что этот мир хрупок, не беречь его, чего я всем желаю. Спасибо. Спасибо. Это не место, не место жилет, которое зависело все-таки в той стихи восьми человек, работа получит все-таки приз победителя. Пожалуйста, Анатолий Владимирович, как профессиональный фотограф, вот свое впечатление о тех работах, которые мы с вами посмотрели, финальной работы. Я должна сказать, Анатолий Владимирович оценивал, ну как бы работы чистой фотографии пониже, чем у всех. У нас было восемь человек. Вот у Анатолия Владимировича профессиональный взгляд был такой, что все-таки фотографии, как я поняла, не совсем соответствуют полагону. Там был на один-два балла всего лишь расходение, так не сильно грубо было, как вы говорите. Я же понимал о том, что люди не профессионалы, и люди, так сказать, с любовью, то есть и с древним к этой работе. И поэтому, когда профессионалов, то было видно, и к нему как бы, хотя, тоже зря, как профессионалов, почему? Потому что они тоже снимают, потому что у них только есть профессиональная аппаратура, а у любителя, и у него и до этого теряется, так сказать, качество. И вот поэтому подход был к тому, что где-то, так сказать, не в фокусе, как мы называем, вот, и поэтому были такие вот, как говорится. А по сюжету было видно, то есть жалко было всех. Всех жалко. Всех жалко, потому что все были, все работали и понимали то, что это... Особенно там вот этот молодой человек, который подбежал в этот аппарат, а помните, когда он снял этот трой, и вот это он же побежал, не только побежал, взял, ровнулся, и вот так что вот по этой причине было. Но они же неравноценны были, я когда его просматривала, видно было, что детишки из деревьев, у них же только медицинские качества, фотографии, конечно, было, ну, совсем. Но с такой любовью написаны рассказы. Вот эта учительница прислала пять народ детей из деревни. Они, конечно, вот красиво писали, так, одна девочка в жук залетел, шмель в класс, а девочке это всего 10 лет, она не испугалась. Она с шмелья схватила, свитком в руке, открыла окно и выпустила его. То есть она спасла ему жизнь. И было поразительно, что девчонка не испугалась. Конечно, благодарственные с ним все это ответили, сказали, молодец. Но вот дети же, понимаете, вот успели запечатлеть эти моменты. То есть жалко было, конечно, что, ну, никак эти работы не оценены, потому что мы, правда, мылись, очень резко сплакали все. Ну, вот, Анастасия Николаевна, пожалуйста, скажите пару слов, заступен к Анастасии Николаевне, куалерия экологическая социация общественной организации. Ну, я, наверное, тоже больше рассматриваю работу с экологической точки зрения. И мне очень понравилось то, что большинство участников по-настоящему с нежной заботой внимания просматривают насекомых. То есть очень часто проходим где-нибудь по улице, бросается глядка, ну, такая красная бабочка. Ну, мы замечаем буквально там, может быть, цвета, узор чуть-чуть, слава богу, если узора заметить. Проходим мимо. И вот так внимательно разглядывать каждую чешуйку, усика. И не просто с эстетической точки зрения, но и функциональной, потому что, если это рассказ наблюдения, то нужно понимать, зачем эти чешуйки, зачем эти усики, как это насекомое живет, как оно движется, как оно питается, какой у него цикл жизненный. И вот это внимание, заботливое, оно, конечно, очень подкупает и очень здорово, что столько участников было. Я, честно сказать, удивилась, что так много людей по-настоящему внимательно готово смотреть на таких важных членов нашего биогеоциноза, от которых у нас было очень много, от чего зависит именно от насекомых. То есть это меня порадовало, и я, конечно, очень благодарна людям, которые это сделали. Сделали, то есть поправили свое время, с людьми, то есть кто-то, я так понимаю, все работы вы электронные видите, да, были? Да, электронные. Ну, то есть, может быть, кому-то было сложно дойти до интернета, но вот он все-таки сделал это, отправил. То есть мне было очень приятно участвовать в качестве члена жюри, так что я вот, надеюсь, я хочу поблагодарить Харину Тимофееву за приглашение и всех органзаторов. Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Я еще хочу сказать, не присутствует здесь Евгений Спирит, он автор этого сайта «Жизнь насекомых». В Юлейте с насекомыми мы познакомились через него. Он однажды предложил выставку, он назывался нам «Мид под ногами». Мы тогда вообще ахнули, оказывается, так красивые, такие насекомые, которые мы не видим. Он говорит, ты на даче снял под ногами. Очень красивые были фотографии, и через некоторое время это его предложение, конечно. Давайте такой конкурс организуем. И помню вот эти шикарные фотографии, мы, конечно, согласились. Я хочу предоставить слово Елене Константиновне, как члену жюри, вот от организаторов конкурса, от нашего Центра экологической культуры. На мой взгляд, организаторам было труднее всего, потому что мы не профессионалы, нам нравилось абсолютно все. Поэтому у нас были самые высокие оценки. Мы оценивали просто, нравится, но понимали, где-то что-то лучше, где-то рассказ более садный звук и так далее, где-то фотография более красивая. В конце концов, где-то более красивая насекомая. Поэтому, в общем-то, нам было очень сложно, но мы старались быть максимально объективными. Ну и что хочу сказать, что, в общем-то, мнение с профессиональными жюри различалось на один-два балла. В нашу сторону жюри хорошего. Я так, чтобы благодарна всем Данине Тимофеевне и Спирину за то, что мы все-таки организовали этот конкурс, потому что действительно он поразил свои географии. Я никогда не думала, что мы охватим не только Россию, но и страны СНГ. Я думала, что мы ограничимся городом Красноярск. А на самом деле, с Красноярском было совершенно очень мало. С 3-4, поэтому как бы 3-4. Ну вот, что получилось, но получилось. Отличность заработать. Данине Тимофеевне и Спирину и Спирину. Спасибо. Ну, Лариса Николаевна, может, пару слов и завершим наши. Все-таки... Давайте сфотографируем. Нет, Лариса Николаевна, я хочу сказать, а с Веронимой Николаевной. Один такой вот этот конкурс продвигали изначально. То есть, у нас еще не было... Выставляли, выставляли сработки на сайт Успирина, Жизнь Бесековна. А в библиотеке, на сайте, уложили с Николая Николаевна, и Героника Николаевна в ВКонтакте, и Нид, и Нинет. И постоянно я получала работу. И Лариса Николаевна выставляет ее со всеми на устье. И люди знакомы, и все, и все это есть на сайте. Это тоже, где мы уже работаем, и все труды, и все, да, и все это. Ну, в общем, все закончилось. Все итоги на сайте у нас, на эко-сайте, в Енит, в Енет, в ВКонтакте, и в фотоотчетах. Вот это вся наша выставка, вот это вся галерея со сказами. Спасибо нашему, конечно, еще и... ...от делу маркетинга, который нам выставлял все это на сайт, вместе с африотизаторами. Конечно, работа тяжелая и сложная, что это много, это тяжелая, так сказать. Это все равно надо было все это сделать, так, чтобы смотрелось, читалось и нравилось. Так что всем огромное спасибо. Спасибо, правда, и все. Давайте мы все с вами жили. А еще хочется допомнить, что ВКонтакте, если кто-то захочет посмотреть те фотографии, которые не вошли, все фотографии, то это возможно сделать через нашей группе, через хэштег «Мир насекомых». То есть там вот абсолютно все работы, которые на сегодняшний день вынесли на этот конкурс, а не только те, которые вышли. Еще я хочу сказать, что на сайте вы увеличите фотографии, а вот ВКонтакте можно ее увеличить и посмотреть, и рассказывать все. То есть там есть такая функция, а на сайте, к сожалению, там немножко мелковатая. Смотреть очень плохо. Ну, давайте сейчас итак отмемся. Надежда Борисовна у нас представляет козетку «Наша акция». Она очень круче в нашем материале, пиковать и... Давай, с этой стороны. Давай, с этой стороны. Надежда Борисовна, да. Придор, пожалуйста, находите. А наше главное участие, ой да, так звучит. Светлана Александровна, пожалуйста. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо всем!